Здравствуйте, с вами Ирина Преображенская и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы себя и жизни. И сегодня я хочу поговорить на тему, которая из всех актуальных для меня самая такая горячая. Мимо таких моментов я не хочу проходить. Я хочу дать им место для того, чтобы... Наверное, в первую очередь для себя. Я хочу сказать что-то важное, главное. И в том числе, конечно же, прийти к вам, обратиться к вам, поделиться. Я уверена, что для кого-то этот разговор сегодня будет очень важен. Предыстория такая. Буквально на днях, 24 сентября, я запустила еще один шаг в своей жизни. Точнее, в моем проекте. Школу. Я озвучивала ранее, что мой проект «Окно» состоит из нескольких уровней. Вот школа является его частью. 24 сентября состоялся первый модуль, а история очень интересная. И о ней хочется рассказать. Идея создания школы родилась у меня в 2016 году. Когда я уже прошла свой достаточно большой путь личных перемен, уже очень много сделала, уже очень много узнала. Фактически я уже работала в моем новом направлении, которым сейчас занимаюсь. То есть получила уже соответствующие все образования, навыки. И в 2016 году вся эта имеющаяся база во мне стала требовать выхода. Мне уже недостаточно было просто что-то для себя делать и для тех клиентов, кто приходили. Я почувствовала, что мне хочется большего. Мне хочется на большую аудиторию передавать то, что я знаю и тем более прожила. Такая ремарка, что свои перемены вообще я начала в 27 лет, когда взяла в руки первую книгу по развитию. Сегодня мне 55. Вот считайте. Уже больше половины жизни даже. А на самом деле это целая, отдельная, очень интересная, очень непростая жизнь, которая привела меня вот именно в этот момент, когда я сижу, записываю этот эфир, говорю с вами. И рассказываю, как я прошла этот путь, потому что главное мое послание сегодня будет для тех, кто сомневается в себе, для тех, кто сомневается в своих шагах, действиях, решениях, кто остановился и не знает, идти, не идти, делать, не делать. И вот с ними я сегодня говорю. Вот с ними я сегодня говорю. Такая школа. Потому что тот опыт, который я лично приобрела, и тем более те наблюдения, которые я постоянно получала из жизни, все это во мне варилось постоянно. И я прям почувствовала, что могу что-то начать говорить для исправления тех ситуаций в жизни, которые я постоянно видела. Во-первых, это моя личная история. Во-вторых, постоянные примеры жизни, когда я видела, как родители иногда просто ненормально обращаются со своими детьми, когда я видела очень много боли, страданий и унижения в глазах людей от того, что отношения просто разрушают. Ну, то есть, я думаю, у каждого человека будет какая-то своя ретроспектива от того, что я сейчас говорю. И главным, конечно, для меня было таким маяком именно наблюдаемые, просто ужасные иногда отношения родителей со своими детьми. И я очень сильно хотела как-то вот внести какой-то вклад в то, чтобы ситуация начала меняться. потому что я видела, что чувствуют дети. Я, естественно, все это из личного опыта знаю. И благодаря тому дару, который у меня есть, мне много не нужно, чтобы почувствовать живую боль человека. Тем более, когда он открыт, раскрыт. И, в общем, это все происходит очень близко, рядом. В самом начале моих перемен, когда я еще не была такой крепкой, уверенной в том, что я хочу сделать, у меня были свои потуги делиться. Я помню, как я стала свидетелем просто вопиющей ситуации в общественной бане. Тогда я жила в пригороде Челябинска. И у меня своей бани в тот момент не было. Мы ее разломали. Новую не построили. А без бани я жить не могу. И вот я ходила в общественную баню. Таким образом спасалась. И один раз стала свидетелем такой картины. Мама, ну, лет, наверное, ей за 30, молодая женщина, привела с собой в баню сына. Мальчику, наверное, года 3, наверное, вот так вот, 3-4. Ну, я уже опускаю тот момент, что зачем вообще мальчика в женскую баню приводить. Это вообще отдельная тема, о которой я тоже хочу говорить. О тех искажениях, которые начинаются в жизни детей из-за таких вот походов и созерцания. В общем, абсолютно лишнее, не нужное никому. Но это отдельная история. Вот. Я сегодня буду говорить о другом. Она завела его в парилку и стала парить. приговаривая, что все это для здоровья, что все это надо. Он буквально тут же начал кричать. И очень сильно. Он говорил, он не то, что говорил, он кричал, мама, мне больно, что ты делаешь. Она, потерпи, потерпи, потерпи. В общем, потом она его вывела. И так несколько раз. Слушать это было невозможно. Я сначала вроде попыталась что-то сказать, а я прям вижу, что вот бесполезно, вот просто бесполезно. Это я просто увидела, что что бы я сейчас не сказала, как бы я не сказала, это еще может даже больше добавить, как говорится, огня в ситуацию. Еще мальчишке больше достанется. А она точно ничего не изменит. Вот. И я постаралась уже быстрее уйти, потому что она туда пришла основательно. Ну и самой попариться. Я видела, что она шарит в этом деле, в банном. Пришла тоже, как говорится, получить свою дозу здоровья. Вот. И поэтому я уже захотела быстрее уйти оттуда. Когда я уже сидела в предбаннике, одевалась, она вынесла сына вслед за мной буквально. И оставила его, накрыла полотенцем, ушла мыться, домываться. Потом вернулась, и он тут же ей сказал, я тебя просил, зачем ты мне делала так больно? Я была, конечно, в шоке от таких слов этого мальчика. Я увидела в нем столько мудрости и столько силы, и столько и столько боли, что я не могла не слушать это. Там невозможно просто закрыть уши. Ситуация просто кричала на все пространство. Вот. На что она сказала? Это все для твоего здоровья. Ты мне потом еще спасибо скажешь. Вот. Вот, в принципе, и вся история. Там, конечно, потом они долго разговаривали. То есть он начал на нее кричать, он начал плакать, он говорит, ты меня вообще не слышишь, мне больно, почему ты меня не слышишь. Она вот одевается, она как будто вообще ничего не слышит, реально ничего не слышит. что вообще его слова стекают по ней абсолютно. Мальчишка весь красный, в слезах, в соплях уже, вот весь, вот плохо ему. Ну, мама вот эмоциональная такая, вот холодная, отстраненная, и вот, вот, не слышит, как итог. Я сейчас не буду углубляться там в причины всего этого, это не моя задача сегодня точно. Я под впечатлением увиденного через какое-то время написала заметку, потому что ситуация меня попала просто полным ушатом, и вытащить я ее никак не могла, я вроде бы ее обсудила, я уж не помню с кем, но с кем-то я ее обсудила, но мне этого было недостаточно, и я написала заметку, в нашу местную газету «Гранятская правда», позвонила в редакцию, объяснила ситуацию, я говорю, могу я прислать вот такой материал, чтобы разместить в газете с попыткой разговора с родителями, что не надо так поступать со своими детьми, и ту заметку я назвала «Учитесь слушать и слышать своих детей». Я помню, как в конце я добавила, что «Учитесь слушать и слышать своих детей сейчас», чтобы потом, через время, не получить такое же отношение от них, когда вы будете их о чем-то просить, они вас так же не будут слышать, как и вы сейчас их не слышите. Но суть такая, я, конечно, дословно уже не помню, где-то она у меня в моих архивах есть, это заметка, вот, и я ее, согласен, на редакцию отправила, ее разместили, и у меня был такой легкий шок, когда я увидела, что эта заметка размещена в рубрике под названием «Давайте поговорим о воспитании детей», то есть меня вообще не поняли, не услышали, ну, возможно, услышали, только не так, как мне хотелось бы. Я здесь говорила не о воспитании детей, а вообще-то о родителях. И потом, когда я пришла в следующий раз в баню, а я ходила каждую неделю для меня, это, как говорится, необходимости, норма жизни, я услышала случайно, как женщины обсуждали эту заметку, ее прочитали, и ее большинство не поняли. Ну, во-первых, там их было несколько человек, не вся баня, точно. Вот, но кого я услышала, для меня это было неожиданно. Я-то думала, сейчас вот я скажу, и сейчас вот ага, все так прямо сразу поняли и согласились. Да не тут-то было. и после этого у меня как-то мой пыл делиться на большую аудиторию через местную газету сразу угас. Следующий мой такой был порыв. Я хотела вот всеми моими уже приобретенными знаниями, это время уже прошло, когда я уже в расстановках участвовала, уже тут погрузилась, такие вот уже у меня перемены пошли, как я их называю, большие перемены. Я очень сильно захотела пойти в школу своей старшей дочери Ли на родительское собрание и там с родителями начать говорить на эти темы. Вот именно о том, чтобы изменить вообще отношение к детям. Был порыв очень сильный, вот, и я не знаю, но меня что-то и остановило. Вот сейчас я конечно понимаю, что и слава Богу, что остановили меня, уж не знаю на каких уровнях, потому что я точно через какое-то время увидела, что своим таким визитом и разговором на родительском собрании, если бы, конечно, мне дали слово, я бы, наверное, просто внесла лишнюю травматизацию в отношении моей дочери Ли с ее окружением. Уж не знаю, как бы это все отозвалось, но я прямо поняла, что это тоже не та аудитория, которая восприняла бы то, что я хочу до них донести. И события подтвердили мои слова, потому что я стала наблюдать в жизни сверстников моих дочерей такие искажения в отношениях с родителями, что я поняла, что там просто бесполезно было бы говорить с ними. Вот. Ну, тем более без запроса, что называется на языке специалистов. Вот. И таким образом вот эта история, она во мне вот как вот какая-то вот кухня варилась, 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 варилась все-все-все годы. И вот в шестнадцатом году родилась идея создания такой школы. Я увидела такое модульное обучение каждый месяц. И первоначальное название этой школы было «Поговорим по душам» или «Как обрести целостность». Первый модуль посвящался универсальным законам жизни, которые есть и действуют в нашей жизни, как законы физики. Второй модуль это отношения «Разговор с мамой», потом «Разговор с папой», в общем, потом «Партнеры», «Дети», «Самореализация», «Здоровье». Ну, в общем, вот такие темы самой важной сферы жизни человека любого как раз и были в основе этого курса. И когда я вот это все увидела, ходила с этим, конечно, не один день. И первой, кому я рассказала об этом проекте, была моя старшая дочь Лия, как сейчас помню наш разговор на кухне в столовой, и тогда я задала ей вопрос «Как ты думаешь, нужна ли людям такая школа?» У меня прям было, что это школа, рассчитанная на учебный год, которая позволит человеку, ну, так скажем, получить необходимые знания и трансформировать основные сферы своей жизни. ну, то есть мне казалось, что это вообще круто, как ресурс. Вот, Лия тогда сказала, что однозначно да, я помню ее очень эмоциональный ответ, она, конечно, ты даже себе представить не можешь, как нужна эта школа, особенно молодым, что ребята так нуждаются в этом, все потерянные, растерянные, и это даже не обсуждается. И я помню, я тогда так удивилась, потому что я о молодежи-то в принципе вообще не думала к тому моменту, я думала только вот о родителях, чтобы они с собой что-то делали, как говорится, каким-то образом работали, и отношения с детьми, чтобы изменились. И как я потом уже увидела на своем пути, своими переменами мы своим детям передаем другую исцеленную историю, без боли и тех страданий, которыми мы жили. И для меня это была огромная радость и благо, и я хотела родителям эту идею донести. Алия мне открыла еще большую панораму и смысл этого проекта, и с того момента я прям начала вот уже прям создавать ее. В 2017 году состоялся первый модуль, вот, где я рассказала об универсальных законах жизни, оказался, конечно, очень насыщенным, и после этого все встало, встало, я попыталась создать анонс второго модуля, вот бесполезно, вот эти стопы в моей жизни я знаю очень хорошо, у меня вся дорога и вся моя работа, она живет прям в унисон с жизнью, это уже подтверждено всеми моими проектами, и поэтому я не стала тут продавливать и куда-то лезть, я что сделала, это задала запрос и на высшие планы, и пришел ответ, в пространстве люди не готовы, в принципе я с этим согласилась, но у меня конечно был чисто человеческий вопрос, а когда они будут вообще готовы-то, есть вообще какая-то норма готовности, процент, но у меня понятно, ответов я не ждала, я понимала, что мне их никто не даст, единственное, что точно во мне было, это просто отпустить, вот это я прям почувствовала отпустить, но видимо в свое время как-то оно все и сдвинется, откроется, раскроется, что я и сделала, хотя у меня вопросы были, но чисто по-человечески, ну и ладно, я все это дело отпустила, 18-19 вот вообще вот оно вообще нигде не отзывалось, я это хорошо помню, так иногда фоном вставали такие вот небольшие вопросики, но и и все, никакой энергии не было, было только ощущение посаженного зерна, вот это я хорошо помню, да, было ощущение посаженного зерна, что в свое время вот оно прорастет, первые потуги я почувствовала в 20-м году, я хорошо помню, когда началась пандемия, я сразу увидела масштаб, смысл вот этих стремительных мощнейших перемен, о которых я начала говорить на встречах на пульсе жизни с января 20-го года, когда еще даже у нас, на нашей территории не было даже пандемии, когда она началась только еще в Китае, вообще я с 19-го года уже говорила о том, что грядет, просто, конечно, я не знала названия, вот это я не могла тогда увидеть, и не нужно было абсолютно никому, но вот этот градус ожидания того, что что-то готовится, я очень сильно считывала, и когда в январе 20-го года мне Лия сообщила о том, что у них начало происходить, она в то время как раз и жила в Китае, я сразу у меня стали пазлы все складываться, вот, я увидела вот эту стремительную волну, увидела вот все эти энергетические процессы, и начала не говорить на встрече на пульсе жизни, как раз я эту встречу вела ежемесячно, тоже вот с января 20-го года, и тогда я прям почувствовала импульс к запуску этого проекта снова, почему я так подробно это все рассказываю, вот, но импульс импульсом, но вот к сентябрю 20-го я прямо увидела, что пространство-то сдвинулось, а оно еще не так готово, как хотелось бы, потому что там людям вообще не до этого было, там все только началось, все, кто сейчас слушает меня, я уверена, вспомнят, что там просто массово начали происходить вот эти очень тяжелые события на всей планете, вот, и коснулись абсолютно каждого человека, в общем, не до школы было точно всем, поэтому 20-й год прошел только с моим импульсом и не более того, 21-й я тоже смотрела все, в 21-м году думаю, ну все, я уже увидела, что и пространство прямо вот, как сказать, более очищенное энергетически, все уже, мне казалось, люди уже начали как-то пробуждаться, больше видеть, но оказалось, что нет, 22-й год, я вообще там такая же была история, 22-й там мне уже лично было не до этого, потому что я шла свои перемены, ну, мое окружение, так скажем, близкие люди продолжали жить свою прежнюю жизнь, и мне пришлось в общем практически оставить мою деятельность и заниматься их здоровьем, им помогать, и весь 22-й год мне было, образно говоря, вообще не до проектов, не до школы, там я чисто так работала, в общем, так скажем, по остаточному принципу, потому что все время занимал уход за близкими, вот, и да, там, в общем, трагедии были в моей семье, перешагнуть, через которые, конечно же, я не смогла и не собиралась даже этого делать, в общем, 22-й год, это был очень такой тяжелый год личный, вот, и 23-й год, тут я восстанавливалась после всех трагедий, и, откровенно говоря, я уже думала, что как-то и, наверное, под большим вопросом, жить ли этому проекту вообще, он как-то так фонил, но не так сильно, никаких импульсов, ничего, абсолютно, я начала открывать глаза более-менее, ну, вот так вот, прям совсем-совсем, как раньше, наверное, только к лету, вот весной, вот как-то вот так вот я уже более-менее начала, к лету уже более, и здесь вот уже, кстати, какой-то импульс у меня пошел о школе, но я очень сильно сомневалась в том, что это произойдет в этом году, потому что да, пространство уже однозначно готово, и люди уже стали просыпаться, но я видела очень много тяжелых энергетических завалов в пространстве, которые преодолеть очень тяжело, и у меня не было того ресурса, чтобы просто сдвигать, как раньше, как ледокол, и я здесь просто уже наблюдала больше в таком отпускании и вот на таком прям расслабоне жила. Я для себя определила, что если оно действительно да, то оно само случится. И я где-то вот в конце весны почувствовала вот желание уже все-таки запустить этот проект. У меня даже план был. Я уже прямо увидела этот план, я уже вдохновилась, я и на Тургаяк съездила, он меня позвал, там значит тоже получила свою порцию вдохновения и крыльев. Вот, но то, что стало происходить, если честно, у меня опять начало вызывать большие сомнения, будет ли это вообще, потому что я себе нарисовала определенные шаги, простроила их, все, у меня все сложилось, все, короче, разложилось, я увидела, что это, оказывается, будет не отдельная школа, а будет прям целый проект, вот, окно, то есть тут и Лина, картина, значит, пришла, в общем, и подкаст, и цикл живых встреч, и школа, то есть я увидела такая прямо база-база всего того, что мною создано, и я не хотела ничего исключать из моего дела, я, в общем, все, все свои сокровища я положила вместе и создала этот проект, а когда, и у меня были даже расписаны примерные шаги, начиная с середины августа, я прямо видела, что я вот здесь вот встречаюсь с фотографом, у меня фотосессия, потом я, значит, нахожу человека, запускать мой подкаст, то есть все-все я разложила, положила себе, а когда я стала в реальности совершать эти действия, в реальности оказалась совершенно другой, фотографа нашла, мы, значит, начали общаться, он наконец-то прилетел в Челябинск, и он тут же заболел, молодой человек, которого я еле-еле нашла для того, чтобы запустить подкаст, а сколько я уже попробовала с одним молодым человеком, который профессионально занимается звуком, музыкой, мы что-то вообще прям застряли, потом я нашла единственную девушку через объявление, но которая мне зарядила такой ценник, что я просто в ауте была, нашла ее самое близкое в Москве, у нас что-то тут вообще таких специалистов нету, оказывается, и третий мой вот был, так скажем, рывок найти такого человека, когда мы с ним начали сотрудничать, он согласился, вот, и он очень сильно заболел, в общем, я так смотрю на все это, я-то понимаю, что энергетика трансформационная, и у нас, вот, хочешь, не хочешь, мы вот сейчас все такие, как только мы начинаем сотрудничать, запускаются трансформационные процессы во всех, ну, имею в виду у всех сторон, и поэтому я уже поняла, что здесь бесполезно строить какие-то планы, в принципе, как я уже живу несколько лет, никаких планов, и в то же время делать-то как-то вот куда-то ведь надо, вот, и несколько раз у меня, конечно, мои крылья опускались, и очень сильно, я каждый раз думала, что нет, я каждый раз думала, что, была уверена даже, что не сейчас точно, наверное, на следующий год, я очень хорошо помню один свой процесс, а эти процессы у меня идут 24 на 7, это моя часть жизни и нормы, это уже даже не обсуждается, и в один из таких процессов я вдруг увидела очень четко, что если я сейчас не запущу вот в эту осень, хотя все называется, вот, все идет вопреки, все идет не так, все идет вот прям, это называется, какое-то рождение, вопреки всему, несмотря ни на что, и я увидела, что если этого не произойдет, то этого не произойдет никогда, вот этот момент, вот этот инсайт, я помню очень хорошо, это была такая сильная вспышка во мне, что я прямо увидела, что, как будто меня вообще не станет, то есть, либо я это делаю, я остаюсь собой, и это я, просто я, даже не просто там, как специалист, как говорится, там, коуч, расстановщик, нет, а это моя суть, и если я этого не сделаю, значит, меня просто нет, возможно, что я вообще уйду из этой жизни, меня уберут, потому что смысл-то, смысл-то я не воплощаю, ради которого я пришла на эту землю, я этого прямо увидела, я почувствовала каждой своей клеткой, и у меня вот это было, какое-то, это даже не обсуждается, вот эта тишина и пауза во мне, она была просто ошеломительно громкой, и для себя я тогда решила, несмотря ни на что, вопреки всему, если у меня не получится делать шаг, я буду лежать в этом направлении, и так оно и происходило, я реально просто лежала в этом направлении, я еще раз говорю, сдвинулась все, не работало ничего, так как вот работало до этого, хоть как-то, здесь вообще ничего не работало, у меня не было энергии строчить эти анонсы, и я и так никогда не педалила ничего, никаких реклам не давала ничего, а здесь-то у меня все равно был какой-то образ, что ну как-то ведь надо продвинуть это все, надо как-то заявить о нем, надо как-то вот туда, 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 и я прям хотела это делать, я видела реальные шаги, реальных людей, с кем я бы хотела это сделать, кому бы я обратилась, а не было энергии, не текла вообще, и вот это, конечно, оно, вот это состояние меня так вот лишало того спокойствия и уверенности, которые необходимы, конечно, для запусков, но здесь получилась совершенно другая история по какому-то наитию, на каких-то вот буквально неосознаваемых сцепках с жизнью, с собой, вот так я, наверное, скажу, может, мудренно, и я помню, что абсолютно спонтанно родилось, я простроила себе даты, помню, 3 сентября, ознакомительная встреча такая, чтобы людям рассказать о проекте и потом провести вот живую встречу тематическую о современных динамиках жизни и первый модуль школы, вот для меня это было, вот сентябрь, я себе так расписала, вот, и когда я уже в принципе разместила даже анонс для ознакомительной встречи, вход свободный, пожалуйста, 3 сентября, пожалуйста, приходите, все расскажу, покажу, и до меня вдруг дошло буквально за сутки, что это же день рождения, Арина, это же твой день рождения, день рождения твоего проекта, твоего третьего детища на этой планете, и я буквально за какой-то, за какие-то остатки тут вот времени до 3 сентября заказала торт, я прямо разместила анонс, ребята, так это же настоящий день рождения, торт точно будет, я помню вот этот вот импульс, он так неожиданно пришел, самый последний момент, я заказала торт, причем интересный торт, с логотипом, вот мы, как сказать, с логотипом, где изображена картина моей, Ильи, вот, я прям попросила, мне один в один так все сделали, как потом оказалось, это был просто чудо торт, я очень вкусный, очень красивые фотографии есть, в самый последний момент, накануне, я заказала пироги к столу, и вот прям мне захотелось праздника, я сказала, что я это буду делать для себя, я столько лет, вдруг до меня дошло, столько лет шла, шла, ползла, пищала, лежала в эту сторону, и что, и просто так, что ли, просто вот, ну вот, типа вот, ознакомительная встреча, типа реклама, Рин, ты что, это событие, и я, в общем, короче говоря, побежала, купила растяжку, с днем рождения, заказала торт, купила свечу, с цифрой ноль, как начало, прям, так интересно получилось, вот, мне захотелось, я зажглась, каким-то внутренним, вот этим светом, слава Богу, как говорится, не потухло, не погасло, вот, и это был просто чудо-день, просто чудо-день, и люди пришли, и принесли подарки, и торт получился, пироги шикарные, торт шикарный, все шикарно, это действительно была такая теплая встреча, самый настоящий день рождения, я была так рада и благодарна себе, что я не сдулась, что я это сделала, это не передать, вот, это, конечно, было вообще здорово-здорово, вот, и потом у меня, конечно, уже не было сомнений, делать или нет дальше, тематическую встречу на 17 сентября, я запланировала, я просто пришла, села и начала говорить, слава Богу, мне не надо специально готовиться, я могу сесть вон, хоть в поле, хоть на улице, и начать вещать, потому что все, что мне нужно, есть во мне, это я и есть, это мой опыт, это моя жизнь, и поэтому я могу говорить, где угодно, вот, и для меня провести тематическую встречу, о современных динамиках жизни, это можно ночью разбудить, и я начну говорить, вот, поэтому здесь вопросов вообще никаких не было, но опять же, анонс, вот он до последнего как-то вот, о чем говорить, и сразу пошла информация, Господи, о чем, о том, что самое актуальное, а я как раз рассказывала о, накануне начала говорить, о большом урожае каждого человека, с 20 августа, вот 23 года началась большая сверка, каждого человека на соответствии своему месту в жизни, вот, и соответственно, уже началась сдача единого экзамена, и сбор большого урожая для каждого человека, вот эта тема, она стала прям главной, среди всех динамик, которые я определила, конечно, вот, и поэтому по тематической встрече вообще вопросов не было, что касается школы, это опять отдельная история, потому что я когда открыла первые свои наработки, вот, с 16-го года, там вот эти модули были, релизы, значит, просмотрела, прочитала, и я понимала, что это все должно быть иначе, я понимала, что да, остов тот же, конечно же, несомненно, это школа, это вот те знания, которые незыблемые, и в то же время она какая-то вообще другая, сейчас точно, и есть, и должна, понятно, проявиться уже во время модуля, а как это будет, я не знала, я все процессы делаю на ощупь, по наитию, я иду за какими-то импульсами, которые объяснить я точно не могу, и только потом, после сделанных шагов, причем может быть не одного, я начинаю видеть большую панораму, и осознавать уже вообще суть того, что сделано мною, как говорится, что через меня жизнь написала в этот раз, здесь было то же самое, у меня не было четкого сценария, у меня не было четкого понимания, единственное, я еще раз говорю, я понимала, что это должно быть как-то иначе, сто процентов, тем более в соответствии со всеми этими процессами, динамиками, а как эту мощь передать, вот как, одна встреча с десяти до шести вечера, вот как это все, я отпустила все, слава Богу, единственное, что пришло, это просто краткое такое содержание, я как сейчас помню, потому что оно во мне, конечно же, есть, это целостность, человек как часть, человек как личная система, человек как часть систем, семья и род, душа, тело, личность, все, это все содержание первого модуля, и для меня было поразительно, что еще до анонса в эту школу постучались люди и записались в нее, причем с намерением там быть, они не знали, что будет на первом модуле, они только чувствовали, что им там надо быть, что им это необходимо, я поразилась этому, когда первый раз молодая девушка мне сказала, что она точно хочет быть со мной, и вот ей нужна эта школа, я была просто в шоке, я говорю, так еще нет содержания, она говорит, я точно знаю, что мне там надо быть, и я в этом увидела сильную поддержку от жизни, что мне нужно продолжать, что это обязательно нужны людям, и я шла эту дорогу, и благодаря вот этим знаком тоже, и 4 человека постучались в эту школу, я еще раз говорю, не зная содержания первого модуля, вот, ну слава богу, у меня были наработаны, разработаны уже анкеты, там все равно, естественно, что-то я и сделала достаточно, вот, но не в том масштабе, как я думала раньше, я думала, тут вообще будет прям, и так, и так, и так, и так, господи, вообще, как я всегда говорю, по-богатому развернусь, опять получилось все совершенно не так, все очень жизненно, проще намного, вот, и до первого модуля я разместила анонс, когда девочки подтвердили свое участие, и я закрыла прием, у меня оставалось еще 3 дня до модуля, я прием в школу закрыла, но на самом деле, понятно, закрыла и я, и свыше, потому что, вот эти люди стали именно тем, тем, той аудиторией, для кого эта школа родилась, уже получается, во второй раз, когда люди приходят вот по какому-то тотальному доверию, в первую очередь, себе, и, конечно же, жизни, и мне, за что я им очень благодарна, и они вот этим своим решением быть со мной дали мне настоящие крылья, прием был закрыт, у меня потом люди еще постучались, я отказала, я все объяснила, вот, и, потому что у меня школа действительно живая, у меня школа не для людей, которые идут из ума, от ума, вот так вот, как раньше, вот в чем мне там польза, все в таком духе, я увидел, когда я это увидела, я была, конечно, просто в шоке, что это вообще возможно, обычно людям надо разжевать пользу, надо прямо разжевать, положить, да не один раз, и постоянно эти анонсы размещать, чтобы еще раз разжевать, здесь ничего этого не было, ничего, просто я рассказала о школе, люди постучали, записались, пришли, и только потом я разместила содержание, и закрыла, я увидела в этих четырех людях тот фундамент для моей школы, который самый правильный, и я увидела еще больше смысл всех происходящих событий, и прямо достаточно, школа ведь не для того, чтобы заработать, так скажем, моя школа для людей, для их блага, это служение, это действительно какая-то ювелирная работа по огранке каждого алмаза, вот так я, наверное, скажу, помочь человеку стать потоком, можно только глядя в глаза, душа с душой разговаривая, невозможно на огромную аудиторию, вот по крайней мере, сейчас пространство точно не готово, по крайней мере, сейчас невозможно это делать, возможно, это будет в будущем, возможно, такая-то автология, иначе сказать не могу, посмотрим, но именно сейчас нет, пространство очень тяжелое энергетическое, я не хочу распыляться, я хочу, чтобы действительно вот сохранялась та качественная составляющая моего дела, которая на сегодняшний день является основной и кристально чистой, я ее вижу такой, это огромный поток, огромный поток света, чистоты, который работает с каждым человеком действительно индивидуально, что в принципе и соответствует сегодняшним реалиям, современным, новым реалиям жизни, это правильно, вот, и когда мы встретились уже на первом модуле, это было 24 сентября, весь этот день был просто удивительный, просто удивительный, в этот день был мой день рождения, я никому об этом не говорила, я нигде этого не афишировала, я сделала себе, я решила сделать себе мой личный подарок, поплатить мою мечту, запустить школу, долгожданную, желанную, родную, и для меня это было самое правильное, я не просто так говорю, что я я и мое дело, это, как говорится, одно и то же, это моя жизнь, это так и есть, я себе другого варианта просто не представляю, для меня это действительно праздник, это подарок самой себе, и утро этого дня было удивительным, потому что мои девочки, даже находясь далеко от меня, за тысячи километров смогли дотянуться, согреть своими цветами, поздравлениями, подарками, и для меня это, конечно, было самое правильное, потому что наши отношения это самый, наверное, первый, главный результат всех моих перемен, всех моих дорог, вот этих трансформационных, это уже тот мой, в том числе, большой урожай, который я собираю вот уже какое время, и я помню, что я когда получила от них цветы, буквально там за полчаса до выхода, я вообще не ожидала, это было неожиданно, вот, я прям хотела даже взять этот букет с собой, прям хотелось цветы, я думаю, надо было, надо хочется думать, что ж я не это, ну, не то, что не догадалась, как-то вот не подумалась, не до этого было, вот, оставила их дома, и какое было чудо, когда я пришла на модуль, а меня у дверей уже ждала замечательная девушка Ирина с цветами и с подарком, потрясающей картиной, которую она мне подарила, когда я увидела цветы, у меня аж прям слезы подступили, потому что я была в шоке, и она давай меня поздравлять с днем рождения, я говорю, откуда вы знаете, это какое-то чудо, просто чудо, я где-то там проговорилась, мы познакомились на тургайке в туре, и эта девушка запомнила, хотя, господи, там, ну, просто поговорили, просто рассказала что-то, зачем, по большому счету, а вот запомнила и пришла с прекрасным букетом, принесла потрясающую картину глубочайшего смысла, теперь я ее всегда размещаю в качестве дополнительного образа к той молитве об исцелении женщин рода, которую я размещаю уже несколько лет, когда поднимается новая волна исцеления всех людей и нашего общего пространства энергетического, и вот она пришла с такими подарками, я уже вот в этих вот постоянных проявлениях любви от мира видела постоянное подтверждение, что я все делаю правильно, я уже сделала и делаю правильно, любовь лилась просто отовсюду, отовсюду, потом еще другая девушка пришла тоже с потрясающими розами, тоже давай меня поздравлять, я просто была в шоке, первые полчаса начала этого модуля ушли на слезы радости, счастья, которые продолжали с самого утра еще дома и вот такие объятия жизни через людей это просто бесценно, это невероятная история радости и я даже не могу это ощущение описать, что это какого-то единения с жизнью, которое ты чувствуешь каждой клеткой, сейчас я просто мне пришлось остановиться на немного, потому что я уже оказывается долго говорю, вот, и весь первый модуль был удивительный, уж точно не по тому сценарию, как я закладывал еще в шестнадцатом году, он удивительно стал действительно другим в соответствии со всеми, со всеми, со всеми динамиками, до этого же я все говорила, как я это все сделаю, а вот оно само как-то все сделалось, главное идти за собой, доверять себе и делать, двигаться, и мы все темы в принципе закрыли, это было очень удивительно легко, потому что та интеллектуальная нагрузка, которая тоже была теоретическая, она очень гармонично втекала в тело, втекала во все, как говорится, уровни, и передача информации состоялась вообще просто на лайте, что называется, и в то же время была тоже такая большая работа, общение с родом, которое также стало частью, большую частью необходимой для того, чтобы каждой участнице стать более целостной, чем до встречи со мной, вот так я скажу, вот, и весь этот день он стал подтверждением такой кульминацией огромного этапа, и в том числе продолжением моего дела и началом нового этапа, здесь все, и вот сегодня уже какое, не помню, даже сентября, я не посмотрела, когда начала эту запись, 20, по-моему, 8 сентября сегодня, я даже не стала сразу размещать какие-то итоги, потому что для меня самое главное дать всему встроиться в тело на все уровни, потому что мне кажется, это самое правильное в первую очередь самой соединиться с тем, что сделано, почувствовать вот этот кайф, почувствовать вот эти вот наслаждающие тебя мгновения, когда ты оглядываешься на всю свою дорогу и видишь, лично ты видишь и чувствуешь каждой клеткой ту благодарность себе за то, что ты шла эту дорогу и ты пришла в этот момент, это может сделать только сам человек, как бы мы со стороны не говорили человеку, что вот посмотри туда, посмотри сюда, если он сам не посмотрит, не проживет заново все это, не рассмотрит, не вот прям до микро-микро важных, именно для него важных моментов, если не рассмотрит свою дорогу, он не сможет это присвоить, а это очень важно, и вот сегодня и анонс как-то легко у меня родился, и эта запись тоже пошла легко, вот эти два эфира я разместила, когда знакомительных, вот эта пауза случилась, я все вроде бы столько можно рассказывать, столько нужно рассказывать, они идут, и вот сегодня пошел вот этот импульс именно с этой темы выйти, и на своем примере сказать вот эти важные для кого-то слова, кому-то они будут необходимы просто как воздух, потому что закрывая первый модуль, я также обратилась к группе, что одним из самых главных посланий, итогов, которые я присваиваю себе, это что я, я это сделала, я это сделала, этот модуль родился, эта школа родилась, школа родилась на самом деле, родилась школа, как реальный первоклассник, семь лет пошла в большой мир, уже совершенно другая, новая, более, кстати, целостная, со всеми нашими динамиками и как это все красиво развернулось, я сейчас просто не могу рассказать ту панораму, которую я вижу, всех причин развития событий, она во мне живет и будет как-то еще прорастать другими проектами, другими какими-то шагами, какими-то другими историями, и я на встрече также рассказала про реализацию другой своей мечты, когда я прыгнула с парашютом, когда отмечала первый год своих больших перемен, и вот это послание, что свои мечты нужно исполнять обязательно, а не стоят этого, это вот как не предавать себя, вот для меня это такая история, это следовать какому-то своему и только своему личному поводырю, который внутри тебя живет, он всегда живет, только вопрос слышишь ли ты его и идешь ли ты вместе с ним, и я очень рада, что я своего внутреннего поводыря, проводника и слушала, и чувствовала, сомневалась, и очень часто сомневалась, боялась, бздела, что только не было, все было, я живая, нормальная, настоящая, обыкновенная женщина, и все-таки я шла, где-то не шла, но точно лежала в том направлении, я точно знаю, и вот как-то вот доползла, дошла, добежала, долежала, и сегодня я сижу и говорю всю эту историю для вас с еще одним пожеланием, я желаю вам имеющим свою мечту дойти до жить, до дышать, вот до такого состояния, которое я испытываю сейчас, рассказывая вам о реализации моих мечт, и вот это пауза выдоха, когда ты соединяешься тотально с собой и чувствуешь при этом жизнь вокруг тебя, это непередаваемое блаженство ощущения себя живым, настоящим живым человеком здесь, который на сегодня, именно на сегодня знает свое место и делает свое дело, любимое дело, и я рада, что есть люди в этом мире, которые с радостью берут плоды этого труда, с такими хочется делиться щедро, что я, в принципе, всегда и делаю, видеть живые глаза и полные пригоршни, для меня всегда счастье, вот поэтому я и продолжаю делать то, что я делаю, а кому нужно, тот услышит, увидит и возьмет. Вот такая история сегодня родилась для моего третьего эфира, я его назову как-нибудь озбучий мечт, посмотрим, ну вот как-то так, по крайней мере разговор как всегда искренний, буду рада, если он и вам сослужит ту добрую службу, ради которой мы с вами встретились в этой жизни, до новых встреч, всего доброго, до свидания.